У нас есть три стресс-зависимых фактора – холестерин, лейкоциты и сахар. Вот они очень зависимы от стресса, от ситуации и всё. И поэтому, если ничего драматичного не произошло, сахар в 10 вечера будет относительно нормальный, ну, по верхней границе много, там, грусть минус чуть-чуть. И, в принципе, так после еды ты не наешь каких-то драматических цифр. Да, вообще, если есть проблемы, то они есть. Только про холестерин, да, в бляшках? А, ну, холестерин в бляшках – это тоже. Вы знаете, очень интересные вещи наблюдаем в сосудистой хирургии. Вот у кого самые высокие холестерин и забитые сосуды, видишь? Вот у кого? Вот, да, вот, допустим, у кухонькой дамочки вот моей комплекции или вот у такого вот тощего мужика? Да. Я думаю, скорее всего, тощего мужика. Тощего мужика, да. Насквозь забитые сосуды, то есть просвета не видно. Вот удивительное дело – самые высокие цифры холестерина. Это же тоже можно проверить, да? Это можно проверить. И чаще всего это нарушение системы, системного характера. Сейчас мы подходим к тому, что можно посмотреть генетику. Вот я вас пока, как в кинотеатре музыка играла, играла раньше. Это я вас, например, в светской беседе раз раньше пришла. Вот, к теме мы перейдем позже. Мы сейчас вплотную приближаемся к изучению генетических аспектов многих заболеваний. Единственное, что, когда вы читаете… Сейчас все интернет образованы, это нормально. Мы широко читающие публика, страна, это замечательно. Но имейте в виду, даже если вы имеете генетическую предрасположенность к чему-то, еще не факт, что это выстрелили. К расположению, да, получается. Да, да, да. Это совершенно не факт. Предрасположенность. Да, то есть должна быть предрасположенность раз, потом, как сказать, генетика может нас предостеречь от чего-либо, да, но сказать, что все, я обречен только потому, что я имею какую-то мутацию, вот ни в коем случае не надо. Есть, это я вас на будущее предостерегаю от недобросовенности, недобросовенности продавцов медицинских услуг, да. То есть когда морочат голову и говорят, что в вашей семье надо проверить, вот вы все такие толстенькие, вы все обязательно умрете там от атеросклероза, там или от сахарного диабета, давайте посмотрим, сделаем генетический паспорт и так далее, можно его сделать. Говорить так, что все переморки от мухи именно от этого заболевания нет. Закупорка сосудов как проявляется? Закупорка сосудов как проявляется? Ну, допустим, чаще всего. Или когда анемия появляется или нет? Нет, не всегда. Вот насчет анемии мы с вами здесь коснемся. Значит так, я сразу предупреждаю, что слайды я сделала, это немножко для меня весенка, да. Больше я рассчитываю на ваши вопросы по крови, по своей причине. Почему? Потому что хоть я заместитель главного врача по диагностике, то есть Сидорова Ирина Владимировна, отвечаю со всю диагностическую услугу в клинике. По своей первой специальности я врач клинической лабораторной диагностики. И практически 30 лет занимаюсь ей. То есть вот эти вопросы по крови мне будет выставать, я вам буду отвечать. А по сосудам могу ответить так, что сейчас существует множество способов определить, есть ли проблемы. Часть из них для вас, для самих на поверхности лежит. Допустим, начали отекать ноги, да? То есть есть какой-то они мини пальцев ног, рук, там все, то есть вот несостоятельность. То есть эта симптоматика, она обычная, то есть которую вы можете не заметить. Потом, когда заметили, что это стало постоянно, нужно уже подумать, откуда это идет. Либо это изменение связано с тем же самым остеоханрозом, либо связано с той же самой свертываемостью крови, о которой мы сейчас будем с вами рассказать, да? Ну много, много поводов. Я с чего хотела бы начать. Вот с идеей сегодняшнего дня вы поняли, что мы пытаемся повернуть пациентов к своему здоровью, к своему лицу. Вот на третьем этаже сейчас читала очень хорошую лекцию. Вот так самая Елена Сергеевна, это заведующая гинекологическим отделением, очень опытный гинеколог. И мы с ней сейчас вот в гардеробе пересеклись и сказали друг другу, что если сегодняшняя лекция Елены Сергеевны кого-то из присутствующих женщин повернет сходить к гинекологу, это большое дело. Потому что мы, к сожалению, относимся к себе очень прохладно. Вот. Мы вот эти многие вещи, банальные совершенно, скрининговые, мы почему-то их выпускаем. Вот, посмотрите, сегодня мы вам показываем возможности поликлиники. Вот, кстати, я сразу прошу прощения, что я сижу, да? Потому что удобнее. Вот, смотрите, современная поликлиника оснащена более чем хорошо. Диспансеризация взрослого населения. Вы про нее слышали? Слышали. Поделили возраст на три, и вот она диспансеризация. И когда с высокой трибуны начинают полоскать и говорить, нет, диспансеризация это ерунда, вот, позвольте не поверить в это, да? То есть вы придете, у вас будет флюорография. То есть там набор в соответствии с возрастом, да? Вы ответите на вопросы анкеты, которые многие недооценивают, да? А ведь на самом деле, ответит на вопросы анкеты, ее проанализирует врач-терапевт, вот там будет видно, есть ли среди родственников ранней смерти от сосудистой катастрофы. Есть ли диабет среди близко родственных ветвей, да? Все, пожалуйста. Потом. Холестерин и глюкоза – простые совершенно исследования, очень простые. Но когда в моем за 50 возрасте холестерин и глюкоза немножечко повышены, ерунда, да? То есть это нормально, с возрастом они должны расти. Сейчас нас немножко замерует опять же производитель препаратов, что все должны быть с холестерином 4. Но есть таблицы возрастных изменений лабораторных тестов. И там четко написано, что с возрастом все немножечко уменяется, что-то наоборот укорачивается. То, что в 20 лет – это норма, в 50 – это уже не норма. Вот. То есть вот это всегда надо голосовку говорить. Дальше. Женщины после 40 лет обязательная маммография, да? Все. Это предлагается совершенно бесплатно по условиям поликлиники. И посмотрите, сколько сразу факторов мы с вами исключаем. Значит, это на диспансеризацию маммографии? На диспансеризацию. Вот смотрите. Если у вас женщина раз в 2 года, обязательно должна пройти маммографию. Есть 2-х годичные циклы и есть 3-х годичные циклы. Это с 40 лет? Да, с 40 лет. До 40 лет УЗИ молочных желез. С 40 может не хватиться. Вот. Ну да. То есть если нет, собственно, жалоб. Да? Все. Вот. Плюс, естественно, омолодели возраст похода на онкоцитологию. Вот, к сожалению, очень помолодела онкология. Да? Все. Все. То есть все, что вам предлагается в возрастной диспансеризации, нужно проповедить. Мы себя страхуем по многим показателям. Никто за нас с вами этого не сделает. Да? Докторы будут ругать, что у него плохая посещаемость диспансеризации, что не все с его участка пришли. Вот. Но на поводке никто никого не приведет. Правильно? Мы должны отвечать за собственное здоровье сами. Ну а теперь у нас… И пролетит как бы вот эти диспансеризации через три года? Через три. Там через три года будет снова. Но у вас у всех есть полис, по которому вы прикреплены к определенной поликлинике. Пройти медосмотр у себя в поликлинике, даже если это не ДВН, вы полное право имеете. Если вы приходите к терапевту, она проверяет, что вы, допустим, год не были на фурографии. Вам первонаперво напишут туда, что год никто не видел, какой у вас гемоглопия. Тоже. Посмотрев там сетку возрастных назначений, назначить дополнительные сернии, не обязательно и не нужно ждать времени диспансеризации. Я обращаю внимание на то, что она существует. И имейте в виду, что вот просто советую не монкировать походу. Причем зачастую хватает одного дня, чтобы это все пройти. И насколько я поняла из новой редакции программы Госгорантии, у нас сейчас работодателя обязывает выделять один день, посмотрите внимательно, выделять один день на этот предосмотр. Вот. То есть вы можете себе это позволить вполне на законных основаниях, например, почитать соответствующую юридическую основу. Вот. Ну давайте теперь немножко поговорим о крови, о свертывающей системе, о тех вопросах, которые беспокоят очень большую когорту наших пациентов. вот. Ну во-первых, я никому не открою секрета, что мы все состоим из системы тканей. Да. И кровь относится к той же ткани, только она находится в таком состоянии, которое позволяет, в жидком, позволяющем двигаться по сосудам, переносить кислород. Вот. И выполнять ряд необходимых функций, среди которых функция питания, транспорта кислорода и защитная функция, естественно, по составу. Вот. Все ткани снабжаются питательными веществами, тоже благодаря крови. И обезвреживаются многие микроорганизмы за счет содержания в крови различных составных частей, грубо говоря. Вот. Естественно, что тем же током крови выносятся продукты жизнедеятельности организма, то есть метаболиты. И вот на основании анализа этого замечательного вещества, как кровь, мы узнаем, что у нас внутри происходит. Из обычного общего анализа крови можно рассказать о биографии. Вот. То есть начиная от того, есть ли анемия, нет ли анемии, да, то есть мы высмотрим гемоглобин. Больше того, мы давным-давно уже не обходимся. Я не знаю, вы у нас из присутствующих кто прикреплен в здешней поликлинике? Никто. Никто. Вот анализы свои давно видели, вот как выглядят наши здешние? Год. Вот. Почему? Значит, вы этот анализ видели. То есть поликлиника после того, как она стала университетской, попала у меня немножко в такую хорошую, в хорошее русло. То есть мы даем опять дефолый, большой анализ крови. И вот если его вот так вот смотришь, можно сразу увидеть, не только гемоглобин, а какой это гемоглобин, какие это эритроциты, да, красные кровяные дельца. Сколько содержится? Есть ли склонность к анемии? Вот интересный момент могу сказать, да, что мы вроде как привыкли, что молодые дамочки, анемии, мелкие эритроциты, низкое насыщение кислородом ткани и все. А у нас все больше и больше стало мужчин, у которых гемоглобина много, а он бестолковый. Эритроцитов много, но они переносчиками кислорода не являются. Вот благодаря новым аппаратам, новым нашим микроскопам мы видим, что при том, как, да, норма гемоглобина, я вам напомню просто, что 120-140 это женщины и 130-160, сейчас уже 170 это мужчины. Прошу обратить внимание, если хоть раз вам скажут, милые дамы, что 110 это не анемия, вы скажете, что ниже 120 это уже анемия, ниже 130 у мужчин тоже анемия. Нужно уметь работать в рамках границ нормы. Вот здесь 120 это уже пограничное, ниже это анемия. И вот когда ты видишь у мужчины гемоглобин 170 на верхней границы нормы и мелкие эритроциты в картинке крови, ты понимаешь, что у него есть и головокружение, и слабость, и, возможно, он немножко сонлив. Вот только потому, что у него за счет мелких и неактивных эритроцитов перенос кислорода нарушен. Вот та же самая история, то есть красную кровь мы с вами посмотрели. Та же история с лейкоцитами. У нас популяция, так как мы достаточно мало гуляем, достаточно много принимаем препаратов, причем без контроля. Мы тихонечко губим выработку лейкоцитов. То есть в костном мозге лейкоциты уже вырабатываются хуже. А в лейкоцитах сидит весь наш с вами иммунитет. Поэтому вторая красная строка, которую вы должны запомнить, пожалуйста, не злоупотребляйте, ведь самолечение. То есть прежде чем купить таблетки в широко разрекламированной цитана, все-таки подумайте, что печень у нас одна, костный мозг у нас один, с возрастом он бледолажный тоже хуже начинает работать. А если мы начинаем его тихонечко глушить протетамолом, вот они хорошо откликаются и печень, и костный мозг, да? А протетамол у нас с вами входит в любой препарат, как у гликозный, в любой совершенно, да? Я понимаю, что не побежишь с картой тихо к врачу, да? Но когда ты понимаешь, что ты день, хлам болеешь, два, три, ну все, выходные кончились, идите к врачу. Иначе мы просто себя тихонечко потравливаем. И все это отражается в картинке правого. Та же самая история с тромбоцитами, к которым мы перейдем как раз в свертывающей системе. Тромбоциты мы тоже искусственно себе занижаем. Если норма 180, а верхнюю ставят 350-360 по разным справочникам, вот поверьте мне, среди присутствующих в зале 180 и выше будет очень немного. Все сидят уже ниже. И поэтому сейчас серьезно пишут о том, что нижнюю границу нормы по тромбоцитам надо снижать до 130. А почему? Потому что это популяционные доказатели. А почему они так снижились? Опять же, свежего воздуха мы не видим. Ходить пешком мы очень мало. И мы не стимулируем выработку нормы по тромбоцитов. Ну и плюс еще я вам покажу их подавление. Дальше у нас остается еще один показатель в общем анализе. Это соя. Соя, если вы видели на четвертом этаже от моих эндоскопистов, то тот, который показывал вот эти вот все веселые картинки высокие, так вот он вот как раз сегодня с температурой. Мы его пытались убрать, но он сказал, что он у них заразный. Клялся. Это гастроэнтеролог, что ли? Нет. Гастроэнтеролог, который читал лекцию, другой. Это Эрад Габач, это эндоскопист, который рассказывал про удаление фолипов, который показывал. Он уже сегодня что-то рассказывал. На четвертом этаже. Вы не видели? Там интерактив был. Они очень интересно показывают на печени, на красном перце, как они удаляют. В общем, там интересная гастроэнтерология. Они сидели. Они сидели еще в поле, когда я была. Вот. Соя. Я всегда говорю о том, что вот эта самая простая скорость оседания электроцитов настолько показательный кусочек общего анализа кроли, что не стоит ремонтировать. То есть мы можем по этому показателю увидеть, насколько давит давний процесс. Никогда не выскочит соя сразу, как только мы заболели. Никогда. Оно всегда поднимается с вставанием. Вот. И так же возвращается медленно. Вот одна из распространенных ошибок, когда начинают после того, как пролечен воспалительный процесс, без ума бороться сразу соя. Не надо. Нам нужно выждать месяц. Вот через месяц. Скорость оседания электроцитов. Это очень простая методика, когда мы наблюдаем в течение часа, как осаждается столбик электроцитов в смеси с цитратом натрия. То есть под собственной тяжестью скрипаются электроциты в столбики и опускаются, опускаются, опускаются. В норме у мужчин соя до 10, от 2 до 10. Вот. У женщин до 15. Опять же, с возрастом соя после 40 лет у женщин допускается 20, у мужчин допускается 15. То есть контрольная нанция очень через месяц. А что это за это? Это свёртывая ручка? Это не свёртывая. Соя очень часто… Соя – это сопровождение воспалительного процесса, удлинение соя. Укорочение – это наша свёртывая мысль. Да? То есть я почему говорю, что если вот ссоры 2 и стабильно 2, то, скорее всего, есть склонность электроцитов к агрегации, а не тромбоцитов. То есть они агрегируют и даже экстрат натрия не даёт им распадаться. Вот. То есть в общем анализе, кроме, наша с вами картинка. Кроме того, у нас есть в любом автоматическом анализаторе ещё популяционные картинки, да? То есть популяция лейкоцитов. Гранулоциты, лимфоциты, моноциты, басофилы и зинофилы. Вот. Я не буду вам морочить голову, я и так, прошу прощения, без обид, вчера пыталась свою лекцию, которую делала для студентов. Переложить на… Я такой какой-то… Ну вот. Вот поэтому я стараюсь рассказывать своими словами на пальце, чтобы мне понятно. Извините, ради Бога, если беда… Лучше останавливай, теперь спрашивайте. Всё. Вот. И вот мы с вами должны понимать, что за общим анализом крови вот мы сейчас перейдём потихонечку к тем проблемам, которые нужно знать, да? То есть человек по природе своей устроен очень гармонично. И вот эта вот реология крови, её вязкость, её скорость движения, её текучесть, и она запрограммирована внутри. И если где-то программа сбивается, начинается… есть у нас два вида, два направления в свертывании. Это тромбоциты, которые находятся у нас в крови. И, будем говорить так, в составе формельных элементов крови. Проверечку с кровью, представляете? Я могу вернуться к картинке, да? То есть если мы дадим проверьки с кровью отстояться, будет прозрачная жёлтая часть – это плазма. Внизу будут формельные элементы. И вот среди этих формельных элементов основным элементом, отвечающим за свёртываемость крови, то есть к ним относится тромбоцит. Правильно? Правильно. Они содержат в себе факторы свёртывания тромбоцитарного звена. А вот в верхней части в плазме есть плазменные факторы крови. И работают они в совокупности, то есть в гармоничности этих факторов и в заложенном наше свёртывание. Более того, могу сказать, что, допустим, если одного из факторов не хватает, есть 12 факторов свёртывания в плазме. И есть ряд, так сказать, содержащихся очень малого количества факторов тромбоцит. Вот. Ну, это я, думаю, вам уже и так рассказала, что общего количества у мужчин в организме до 5-6 литров, у женщин 4-5 литров. С времён физиологии человека из медоинститута мы все знаем одно, что 1,13 часть нашего веса – это плазма. Очень простая плазма. Вот. Сколько содержится. Вот. Ну и теперь мы немножко поговорим о свёртывающей системе крови. Вот. Это та система, которая обеспечивает сохранность в сосудистой системе, предотвращает гибель организма от кровопотери и от тромбообразования. Вот. Как раз способность крови свёртываться, происходит спонтанная остановка. Опять же, давайте на примере. вот я сейчас вам найду картинку сосуда, будет всё понятно. Схему свёртывания. Вот. Замечательно. Вот он порез. Вот он порез, вот он, мы повредили сосуд. Вот так создавать. Сейчас поощри. А, всё нормально. Вот, пожалуйста. Вот. Молодец. Вот замечательно. В следующий раз тоже, кстати, у вас пользуюсь. Скорификатор. Никто не помнит, какой был прокол? Уголочком или гильотинкой? Акучек был в этом. Акучек там тоненькая иголочка. Всё понятно. То есть это был тоненький прокол. Он немножко не так будет выглядеть на картинке, но всё равно. Вот оно, повреждение сосуда. Их в нескольких видах. Мы берём боковые, с боковым копьём стеррификаторы металлические. У нас бывает как гильотинка, который плоский. А это просто как маленькая, тоненькая иголочка. Всё. Это мало травматично считается. Но на сахар хватит, но общий анализ не наберём. Это точно. Ну, отлично. То есть, там только на сахар такие проколы. Это для какого череда. Повредили мы сосуд. Первым-наперым что происходит? Происходит активизация факторов сёртого термоцитов. Они всегда подтягиваются. Тут же начинают слипаться. Тут же начинают затягивать сёрт. И вот факторы, содержащиеся в тромбоцитах, активируют факторы сёртоник плазмы. Сейчас тоже, наверное, красивую картинку, пока они это делают. Вот здесь вот есть немножко сети из волокон фибрина. Видите? Сначала тромбоциты становятся клейкими, они подтягиваются к этой рамке, потом образуют пробку. И в этот момент, когда начинают разрушаться оболочки тромбоцитов, которые образуют эту пробочку, они начинают активировать выработку фибрина. Вот с самого первого фактора цепочки из 12 факторов свёртывания. Это уже плазменное звено они протянули. То есть плазменные термоцитаты всё время тесно связаны друг с другом. И вот этот вот тромбик, вот он затягивает поверхность сосуда. Дальше у нас, когда образовался вот этот тромб, в обязательном порядке должна включиться фибрионетическая активность. Потому что иначе мы начнём зарастать тромбами местными. То есть тромб, когда включится фибрионетическая система, должен включить систему сглаживания, как утюжок. Вот лишнюю часть тромба он должен убрать и выровнять поверхность сосуда. То есть вот эта вот система – это каскад. То есть запускает один фактор, запускает другой, а дальше запускается вся каскадность. Дальше. Ну вот ещё такие картинки вам. Как я вам рассказала. Рыблая пробка. Тромбокластины с подрепленных тромбоцитов. Вот такие уж популярные, которые дошла картинка. Любое, вот любое повреждение сосуда. То есть это может быть, ну здесь вот на примере занозы. Здесь скорее всего даже образование в ноя. То есть воспалительное повреждение. Но здесь вот мы с вами обсуждали ситуацию такую примитивную совершенно. Когда вы поранили извне, да? Сосуды могут повредиться и изнутри. Вот, например, причиной артериальных тромбозов очень часто становится воспалительное заболевание. Тромбоз образуется после повреждения внутренней стенки сосуда. То есть с поверхности нет ничего. И, ну, когда внутрь у нас очень часто попадает инфекционный агент какой-то, вирусный агент какой-то, который поселяется внутри стенки сосуда, разъедает ее изнутри и вот тем самым запускает каскады тромбообразования. Вот о чем вы меня спрашивали. Вот эти тромбы, которые запустились, их трудно остановить, пока они первопричину не поймают. То есть нужно понять, что запустила каскада вот этого. У септических больных, то есть когда инфекция тяжелая, когда развивается сепсис, очень часто это сопровождается тромбозами. Очень часто невозможно остановить, почему сепсис всегда считался смертельно опасным. Что это такое? Сепсис – конечная точка запущенного воспаления. То есть это уже, как правильно сказать, смертельная терминальная фаза воспаления, когда уже сейчас с сепсисом борются благодаря антибиотикам. Хорошим антибиотикам и то. То есть нужно угадать, какой он природы, да. То есть есть ли это бактериальный антибиотик, он может оказаться глитковым, он может оказаться вирусным. То есть нужно всегда искать природу. Возгудительный, нужно выбирать препарат. И то, что сейчас от, так сказать, нет стопроцентной смертности от сепсис, все равно же заслуга, конечно, лекарств. Это уже говорится. Ну и вот еще тут Страшилов немножко порассказываю, да. Что нарушение свертывания крови играет лидирующую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, это напрямую все связано. К сердечно-сосудистым заболеваниям относятся не только кардиологические проблемы. Это очень большой пул неврологический. Все инсульты здесь сидят, да. В неврологии все варианты, приходящие к нарушению мозгового кровообращения вплоть до инсульта. В кардиологии все варианты стенокардии вплоть до инфаркта. Клиническая актуальность этого направления отличается своей остротой. Почему? Потому что у нас очень повладели из заболеваний. Опять же вернусь в прошлое. То, что 20 лет назад 30-летних инсультов мы почти не встречали. А сейчас встречаем. У нас за год по 7, 8, 10 случаев инсультов у пациентов до 35 лет. Значит, за прошлый год самый молодой ишемический инсульт девочка 20 лет. Жду вопросы. Почему? Мутация, я понимаю, да? Нет? Кто еще сказал? Молодежка. Какие ценности? Уколобия. Уколобия. Вот, смотрите. Вот это вот все правильно. Но здесь есть еще одна сторона, о которой мы забываем. Мы немножко сказали с вами о рекламе лекарственных препаратов. Есть самолечение раз, бесконтрольный прием оральных контрацептивов. Это бич божий. Вот сразу вам говорить, бич божий. Очень, очень. Вот сразу, раз уж мы коснулись этой темы, скажу, раз мы решили с вами, что вопрос ответ. Девочка была с мамой. У меня кабинет находится на границе с отделением МРТ. Ну, так получилось, что, я говорю, молоденькая девочка. И ребята мне показывают, смотри, это очаг ишемный. Все. Мы в этих случаях сразу отправляем. У меня ложку свою, все. Я к маме. Я говорю, что-то, Анна, такая вот. Мы пришли, нас направили, все. Я говорю, так в лицо, я спрашиваю, а интерцептивы применяют? Она на меня так смотрит. Я говорю, да. Я говорю, зачем? Цикл выставляю. Да, сбился цикл, я восстанавливаю. Худенькая девочка. Все. Я говорю, Моночка, а вот это надо было вот так. Я не лезу, это не моя стезя. Все. Вот. То есть, это правильное лечение вот этих нарушений в циклах. Но для этого девочку надо было обследовать. Можно ли это ей назначать? Есть. Да. Вот для того, чтобы назначить как гормональные контрацептивы, так и заместительную гормональную терапию женщин социуметерического или предкометерического возраста, нужно в обязательном порядке плотно посмотреть свертую систему. Вот, наверное, с лет 10-15 назад эта тема начала очень неинтересоваться, потому что у нас стали появляться вот эти девочки. Но тогда им было 30-35, все. Сейчас прогресс шагнул настолько, что 20-летний лечит параллельными контрацептивами. И поэтому мы будем встречаться с ишемическими инсультами чаще, чаще, чаще. Если мы не научимся их обследовать. Вот. В этом случае что вы говорите? На практике на обследование? Конечно. Если назначает, то в обязательном порядке смотрится развернутая коглограмма. Список тестов могу перечислить. Вот. В обязательном порядке все это обсуждается, да? Вот. Потому что это, действительно, группа препаратов реально работающая. Она нужна. То есть, как бы, нисколько не умаляем достоинств. Здесь нужно только посмотреть до начала приема и потом в динамике обязательно ряд тестов уже самим смотреть. Та же самая история, когда мы начинаем лечить все, что угодно. Противодлительный прием препаратов у пациентов с ревматоидными заболеваниями, да? То есть, ревматоидные артриты, воскулиты. Их сейчас очень много. И могу сказать так, что вот ревматоидных заболеваний, их и всегда было очень много. Их не очень хорошо диагностировали. И поэтому мы привыкли, что ревматоидные артриты – это 80-летняя бабушка, которая вся вот такая скрюченная. А на самом деле бабушка начала болеть, наверное, лет 35 примерно. Вот. То есть, вот там тоже есть как сопутствующие это нарушения в свертвой системе крови. Там, кстати, как кровопечения, так и тромбозы. То есть, вот свертывающую систему крови нужно беречь, жалеть и лелеять. И если ты сталкиваешься, собственно, с каким-то заболеванием системным или каким-то… Это очень важно для людей, которые длительно принимают однотипные препараты. Но вот есть свое системное заболевание, и когда этот человек вынужден одну и ту же группу препаратов принимать, да? Вот всегда свертывающую систему крови надо контролировать. Вот. Надо контролировать многие вещи. Но свертывающую я еще раз говорю. Береть, береть, жалеть и не береть. И вот когда мы говорим о продолжительности жизни, о причинах смертности, вот есть еще и проценты инвалидизации, да? Высокая смертность, умирают молодые, да? У нас, я говорю, инфаркты и все. Ранние инфаркты. Мы в последнее время, у нас в кардиологии договорились так. Так как у лаборатории есть такая возможность, мы все молодые инфаркты типируем, смотрим все-таки генетический паспорт. И собираем анализ. Если встречаются… Вот в этом году был лабораторный исход, мальчик 29 лет. И инфаркт уже не первый, рубец от инфаркта на сердце есть, или умер от инфаркта. Стали копаться в наследственности, ни один из мужчин в их семье перешагнул до 40-летнего. Ничего себе. Ни один. То есть папа, дядя, дедушка, все ушли до 40-ка лет. Ну, вот так. То есть там, если посмотрели, есть генетические изменения в той же свертывающей системе крови, но, скорее всего, там надо более глубинно смотреть. Там, возможно, какие-то вызывают эффекты, да? Вот. Есть интересные случаи среди молодых людей, занимающихся спортом. Да? Откуда тромбы прилетают? В лидачную артерию, в сердце, да? Откуда? В эти конечности. Все. То есть те самые варикозы, тромбозы глубоких вен. Тромбозы глубоких вен зачастую не видны. Но тромбозы боли и зачастую не в артерии. Это все идет из ног. Вот. Поэтому разумная нагрузка на ноги, наш сидячий образ жизни. То, что, ну вот, вот так вот, если мы работаем и сидим постоянно, и согнутые в коленях ноги, и все, вот, пожалуйста, есть уже где чему отложиться. Все. То есть вот это вот тоже нужно знать. И, что еще? Ну вот, 20 процентов умирает в трудноспособном возрасте. И есть такое. Ну вот, про норм или свертывающую систему крови я сейчас вам начала уже рассказывать. Что, если у вас есть, кстати, о наследственности, да? То есть мы захватили это. Если в близкородственном... Нам тебе сегодня ответили? Все? Вот. Обязательно есть близкородственные болезни. То есть если мы смотрим мама, папа, брат, сестра, да? Если в семье были тромбозы, если в семье мы, наверное, даже вот наши бабушки, где-то наши мамы не ходили, не обращались, но вы помните, что вы обращали внимание на ноги, что там грознями вот так вот лисят вены, да? Что там, может быть, у кого-то нам попал бы по мужской линии та же самая история. А тромбозы? Конечно. 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 Все, все, все вот отсюда. То есть нужно где-то для себя взять на заметку, что мне нужно было бы посмотреть свою звездную систему. Значит, перво-наперво раз в год мы что с вами делаем? Мы сдаем кровь, общий анализ крови обязательно, чтобы посмотреть тромбозы. Холестерин сдаем обязательно, чтобы посмотреть, нет ли избытка, который приведет к засорению стеночек сосудов, диктой массы и отложению бляшек в тех местах, где они у нас откладаются в сонных артериях, в позвоночных артериях, в брюшной аорте, там, где есть небольшие изгибы, где у нас вот здесь вот поворачивают артерии, вот на этих боковых штучках откладываются бляшки. Бляшка тихонечко растет и потом тихонечко перекрывает просвет. Вот этого не надо допускать, то есть можно аккуратнейшим образом за собой следить. А уж если у нас в наследственности такое есть, даже если у вас нет жалоб, вот ответив на вопросы вот этой анкеты, для себя даже проанализировав, все-таки посмотрите, ну пусть не каждый был, ну пусть вот раз сделали, посмотрели, как ваша свертель с кем проживает, а дальше уже по симптоматике думаете, да, и не стесняйтесь переспросить своего лечащего врача, сказать, вы знаете, что-то мне показала тяжесть на голову, да, что-то щипалки опухленные. Вот, очень интересно, если к вечеру, допустим, отекли ноги из того, что были высокие каблуки, целый день ходили, и они отекли равномерно, это одно, то есть многим прохладную воду положить повыше от того, формировался все, а вот если отекла одна, это уже на что-то наводит, да, на какие-то грустные условия. Нужно уже подумать, посмотреть там и посредить за собой. Еще раз говорю, в нашем голени это источник многих бед, если только там засорились сосуды, если там начали образовываться тромбики, если там какие-то клапаны хуже работают, вот. И вот такая вот картинка. Ну, сложный биологический процесс образования. В крови нити белка фибрина. Белок фибрин у нас еще, вот почему я вам начала говорить про воспаление, потому что параллельно фибрин образуется при воспалительных заболеваниях. Белок фибриноген, это белок острифазы. Что из этого следует? Наше воспаление приводит к запуску механизма тромбообразования. То есть любое воспаление априори немножечко простимулирует нам процесс тромбообразования. Чем сильнее воспаление, тем опаснее тромбообразование. Плюс ко всему, при воспалении мы часто теряем жидкость, мы становимся, кровь становится более устая и вязкая, двигаться она становится хуже, залипание происходит чаще. И вот эти вот комочки мелкие, они образуются сначала в мелких сосудах, потом в кровь. Ну вот картинки киберкоагуляции. Интересные вещи, видишь... Коагуляция, да. Коагуляция – это процесс свертывания крови. Гипер – это повышенное. Гипокоагуляция – это пониженное. Да, да, да. Вот. И почему мы в основном с вами говорим о гиперкоагуляции? Гипокоагуляция встречается реже. Вот в своем процентном составе она, наверное, относительно гиперкоагуляции 30-70, да. То есть склонность к гиперкоагуляции повыше. Есть, конечно, среди нас с вами те, у кого есть гипокоагуляция. Не те тромбоциты, про которые я вам говорила, что их стало меньше, но мы не стали кровить так вот беспрестанно, как лёгнуться. Мы потихонечку адаптируемся к тому, что у нас их меньше. И еще есть понятие количества тромбоцитов, да, а есть понятие их качества. Бывает такое, что тромбоцитов, ну сколько там, ну 150, может быть, да. Но они нормальные, живые, они дают возможность поддерживать тромбоцитарную гемостазу. Вот, и никто не закровил, никто там не помер из-за этого. А бывает так, что пару раз были случаи, но это часто сопровождает отравление. Высокое количество тромбоцитов, но они пустые. Они не слипаются, не агрегируют, ничего. Они вот прошли, как мусор, и всё. То есть это не показательно совершенно. Вот. Вот правильно, про микро и макрокромбы я вам говорила. Уменьшается просвет в сосуде за счет кровяных густов, которые, это того, что кровь становится вязкая, налипает и ишлемеет ткани. Ишлемеет ткани, это когда за счет вот этих вот мелких тромбиков, вот веточка за веточкой, забиваются кусок ткани, забивается и становится, и образуется отчапный коз. Всё. То есть это ишемия сердца? Ишемия сердца, ишемия головного мозга, ишемия легкого, ишемия почки. Вот это может случиться в любом органе. То есть вот этот вот участок, который ишемизирован, он полностью выпадает из жизни. Всё. То есть чаще всего процесс необратимый. Всё, его нет. Всё зависит от площади. Нет, нет. Невозможно всё это вырезать. Вот. Даже при те же ишемии, которые остаются от ишемии. Ишемическая болезнь сердца. Мы же сердце не оперируем. Просто из всего сердца у нас у каждого, тоже простой пример шутейский, да? Вот такой величины. Сожмите свой палачок, вот у вас такое сердце. Вот. И если образовался небольшой очаг ишемия у пациента с хронической сердечной недостаточности, это ещё не говорит о том, что надо оперировать всё сердце. Там достаточная кровеносная система, чтобы его питать и дальше. Всё. Вот когда очаг ишемии всё больше и больше, больше того, не дай бог, инфаркт, и по старому очагу ишемии начинаются надрывы, вот тогда уже ишемическая катастрофа. Та же самая история с инсультами. У нас поступают пациенты и инсульт, да, там всё. А начинаем смотреть на эморфей, инсульт-то не первый. Он уже третий, пятый, седьмой. То есть вот этих очагов в голове уже много. Просто они садились на тот участок, который не отвечал за какие-то функции жизненно важные. То есть, когда приехали уже, что разговаривать не могут, или рука повисла, как плеть, или глаз не видят. Вот. Очаг попал на значимую часть головного мозга. Вот. А до этого были мелкие изменения. Вот опять же, чаще всего вот эти инсультные изменения были связаны со свертвой системой крови. И причины несвёртываемости нашла в такой простой примере жизни. Это очень часто. Это уже мы говорим не о тромбозах, а о кровотечениях. Это недостаток кальция, витамина К. А вот с витамином К у нас как раз связана работа нашего кишечника. Просто если бы сейчас за каждое слово я начну цепляться, мы тут и отсюда уйдём. Было очень интересно рассказывать. Работу чего у вас случилось? Спасибо большое. Вот. Я просто в двух словах скажу, мы лучше ещё проведём в школу здоровья, я вам дальше порассказываю. Вот. Мы недооцениваем многие вещи. Вот сейчас я просто вкратце скажу, что в кишечнике живёт наш иммунитет. В кишечнике живут очень многие витамины. В кишечнике в тонком у нас всасывание белка. И поэтому нужно как бы понимать, что и свёртываемость у нас с вами опосредованно живёт тоже та, да? Витамин К зависимым фактором свёртывания. Например, тот же самый протрамбин – это второй фактор. Вот. Он как раз связан с работой нашего кишечника. Ну, тяжёлые заболевания печени, вы прекрасно знаете, цирротические изменения, например, печени воспалительные, гепатитные. Они разрушают клетки печени, и у нас прекращается синтез фактор. И это уже как бы вторичное. То есть это не из того, что синтез остановился полностью, клетки не работают. Ну, есть наследственные заболевания – это гемофилия. Их, на самом деле, очень немного. Это дефицит двуххотров, либо восьмого, либо в девятый. Их мало. Вот. И при неправильном переливании крови. Это тоже очень легко, потому что у нас сейчас очень жёстко поставлена система переливания крови. Если во времена, когда я училась в институте, ещё запускалась переливание первой группы как универсального донора, то сейчас это категорически запрещено. Это делается только в условиях военно-полевой хирургии. Или если уж вообще не жить, не быть. Тогда первую группу. Всё. В остальном только однозначно. И, наверное, вы уже сталкивались. Перестали ставить штампики в паспорт. Да? Перестали ставить штампики в паспорт. Именно во избежание вот этих ситуаций. Вот этих вот образований чужуродных антител. Да? Почему? Потому что сейчас продвинулись мы в определении групп крови, фенотипирование, то есть в индивидуальном подборе. И оказалось так, что вот перед нами, например, дама, родившая двух детей, которая говорит, вот у меня в старом паспорте вторая группа, мы её начинаем делать, а у неё четвёртую. Мы ей говорим, вам повезло, всё обошлось, вот, но могло бы быть гораздо плохо. Поэтому не испорьте, когда вам отказываются на слово поверить. Более того, если поверили на слово, теперь вы можете возмутиться и потребует перепроверки. Если требуется хирургическое лечение, в обязательном порядке перепроверяется. Перепроверяется. Двойная перепроверка крови. При необходимости переливания ещё и фенотипирование. Индивидуальный подбор крови. По многим показателям. Вот это вот красивые картинки, это увеличение тромбоциты под электронным микроскопом. Томбоциты обёрнутой сеточкой в хибриновой нити, вот он как образовался, там я вам уже показала, пускательные красивые. Всё. И вот лекарственные средства, влияющие на свёртывание крови. Есть понижающая свёртываемость крови, это гепарин, фроксипарин, варфарин. Значит, гепарин и фроксипарин относятся к группе прямых антикоагуляторов, что значит прямых, напрямую действующих кровяном русле на факторы свёртывания. Варфарин относится к непрямым антикоагуляторам. Он подавляет синтез печени, второго фактора протрамина. Один из самых распространённых параллельных, то есть принимающих антикоагуляторов от таблетированных антикоагуляторов, это варфарин. Чаще всего он назначается пациентом с фибрилляцией предсердий после операции на клапанах сердечных. И вот мы с кем-то дискутировали сегодня во флорографии, когда были, насчёт варфарина. Один, на мой взгляд, из самых удобных в приёме, это моё личное мнение, потому что я 25 лет этими непрямыми антикоагуляторами контролем занимаюсь. Ещё с времён фенилина и синкумара. Он быстро очень уходит из кровяного русла, и четвертинкой и половинкой таблетки можно аккуратно играть и возвращаться к нужной дозе. Современные антикоагуляторы, слов нет хорошей, они немножко другого действия. К ним относятся эксорелта, продакса, ревароксабан. Эпиксабан, есть несколько торговых названий. Но там есть одна слабая фифа, которую мы должны запомнить, что если написано, что не подлежит лабораторному контролю, это всего лишь навсего коммерческая раскрутка препарата. Нет коагулянтов, которые не нужно контролировать. Их просто не существует в природе. То есть все препараты, действующие на свёртывающую систему крови, подлежат обязательным контролю. И эксорелта, как и все остальные препараты, точно так же можно контролировать. Есть листезависимый фибринолиз и есть очень простой, в любой лаборатории выполняемый тест АЧТВ, агрегационно-четичное тромбопластиновое время. И если через три недели после приема эксорелта не откликнутся этот показатель, значит этот препарат вам просто не подходит. И нужно подбирать другого. Есть фибринолитики, это стриптокиназа и отеплаза. Есть антиагреганты, не путайте с антикоагулянтами, это немножко другое. Наша любимая слуслициловая кислота, тиклопедин, диперидамол – это препараты, которые не дают тромбоцитам склеиваться. Да, это дезагреганты. А повышающие – это тромбин, тиминоген, микасол – это наоборот, когда нужно бороться с кровоточивостью. Аминокапроновая кислота – это при обидных длительных кровотечения и амбиканты – серотолин, препараты кальций и андраксон. Но вам это совершенно ни к чему, в каждом конкретном случае врач вам подберет. А вот можно вопрос, если, например, свертывающая способность крови хорошая, но уже в возраст. Проспирин хотите спросить? Проспирин, да. Есть смысл его принимать? Говорят, что надо кровь разжижать. Мы с вами, я думаю, одного возраста. Я не принимаю. Сейчас объясню. А она назначает астереть? Смотрите. Вот, если назначают – принимайте. Потому что в каждом конкретном случае его место… Вот я как раз услышала вопрос совершенно правильно. Услышав, что надо разжижать кровь, если она у вас и так по всем показателям нормальная, просто так глотать таблетки нет смысла. Потому что, когда начинаешь считать, что с возрастом принимать нужно, я так понимаю, что нам можно не завтракать, не обедать и не ужинать. Горстичку утром, горстичку в обед, горстичку вечером – красота. Вот. На самом деле, если так смотреть, у нас в популяции, например, очень мало витамина D. Вот сейчас наше последнее изыскание. Вот это вот большинство сидящих в салях можно назначать вообще без определения витамина D на месяц хотя бы. Но это так тоже не делается, понятное дело. Просто почему? Вы понимаете, да? У нас очень мало солнечных дней. Вот. У нас нет в рационе морской рыбы. Да? И вот это вот все влияет на то, что у нас действительно витамина D нет, а дальше там цепочкой включается то, чего не хватает. Склонность к депрессиям больше, вялость, слабость, изменения костной ткани. Но есть такое. Вот. И поэтому я вот по аспирину еще могу сказать. Это уже подтвержденное нами сведение. 30% из нас точно его не чувствуют. Вот. То есть у нас просто. Она просто не чувствует к аспирину. И поэтому вот так вот просто дезагрегантами себя кормить без нужды, наверное, не стоит. Если посоветовал кардиолог вступить с чем-то другим, если есть, допустим, изменения в кардиограмме в возле сердца, кардиолог сказал, давайте профилактическую дозу будем, это одно. А вот просто так для себя нет, не стоит. В любом случае, отцепилсалициловая на кислота. Да? Ну, конечно. Такое, что растворение в кишечнике. Энтера какая-то. Да, да, да. Волочка там. Да, 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 да. Ну, вот так. То есть вот здесь вот мое частное мнение. Хорошо? Вот. То есть как бы ничего не хочу сказать, что это просто мое частное мнение. Я бы сказала, что нужно пить омегу-3, это уж точно. Потому что, ну, не хватает у нас этого, нет. На самом деле из пищи у нас этого не приходит. Вот. То, что у нас должен быть в добавках витамин Е, тоже у нас этого не хватает. Также растворимых витаминов, это и кожа, и волосы, и витамин D, тот же самый для костей. Потом я все-таки советую женщинам после 50 позволить себе хотя бы разочек пройти ту же самую денцитометрию. посмотреть состояние костей. Потому что, к сожалению, мы видим остров пении у очень-очень многих. Вот. Не обязательно ждать каких-то драматических сказок. Вот придет, чтобы все хорошо. И очень хорошо, и замечательно. И лет через пять посмотрите, да. Но нужно знать. Потому что вот эти вот проблемы с костями их потом решают. Вот. Вот такая красивая картинка. Это наша кровь. Есть. Есть. Есть.